Путин в экономической изоляции. Это хорошо демонстрирует Петербургский международный экономический форум, старт которого должен состояться 14 июня, то есть завтра. А нет, простите, сегодня. Событие, на которое до полномасштабной войны съезжались многие европейские чиновники, там подписывались новые, выгодные для Российской Федерации контракты, превратилось в пустышку. Из гостей из Сиярта парочка представителей Китая, делегации из Объединенных Арабских Эмиратов. Президенты Сербской Республики и Казахстана, а я напомню, именно Такаев в прошлом году вызвал ажиотаж из-за своего несогласия с Путиным. Они не приедут. Что же будет происходить на этом экономическом форуме, да и зачем он вообще нужен? Говорим с оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым. Дмитрий, здравствуйте. Да, приветствую. Дмитрий, ну, знаете, начнем с того, что детище Путина, Петербургский международный экономический форум деградировал до выступления пранкера Вавана. А именно, известно, что вместо иностранных экономистов перед гостями выступят российские пропагандисты. Итак, в рамках обсуждения будущего России до 2040 года выступит философ и идеолог русского мира Александр Дугин. А пранкеры Ваван и Лексус будут участвовать в сессии о борьбе с фейками под названием «Какие блогеры нужны стране в 2023 году?». Слушайте, ну, вот, да, сама формулировка пранкеры Ваван и Лексус на Петербургском международном экономическом форуме, это же звучит как «Чебурашка и крокодил Гена» на «Андронном коллайдере». Ну, да, это примерно как комиссия по правам человека при людоедах. Поэтому не хватает только байкера-хирурга, и тогда для полноты картины. Вот, значит, ну, есть ритуал, который когда-то был задуман действительно как форум, на который приезжали инвесторы иностранные, когда инвесторы вкладывали деньги в российскую экономику и так далее. В общем, ни от форума, ни от духа вот этого форума, ни от духа даже Дня России, который когда-то создавался как День независимости России, где были прописаны там приоритеты международного права, да, и так далее. Ничего уже не осталось. Да, остался некий ритуал, который Путин просто использует для того, чтобы ретранслировать российскому бизнесу, чего государство от этого бизнеса хочет. Поскольку у нас сейчас эпоха войны, да, диктатора Путина, то, естественно, вся экономика переводится на военные рельсы. Поэтому этот экономический форум используется исключительно в качестве площадки для того, чтобы ретранслировать то, что власти нужно от сегодняшнего предпринимательства, от бизнеса. А это значит, что все ресурсы, все силы должны быть брошены на главную прихоть террориста номер один, на войну. А уже к экономике, к экономическим реформам, к международным инвестициям это не имеет никакого отношения. Да, это, конечно, издевка по отношению к тем, кто когда-то это все создавал, организовывал, убеждал западных партнеров, инвесторов. Сегодня больше ничего не осталось. Дмитрий, вот на дискуссионной платформе под названием «Формирование культурных ориентиров молодежи» анонсировано выступление актера Владимира Машкова и композитора Игоря Матвиенко, который, кстати, получил грант на постановку оперы о князе Владимире с певцом-шаманом. Ну, это отдельная тема. Да, в главной роли шаман, в роли князя Владимира. Ну, поговорим о Машкове. Насколько, ну, скажем так, полезно будет выступление молодежи актера Машкова, у которого, напомню, даже его родная дочь не поддерживает войну. Мария Машкова, вот она объявляла о том, что там и россиян призывала бежать фактически, вот и сама уехала из России. То есть отец, который не смог вот так вот как-то воспитать свою дочь в том же нарративе патриотическом, ну, как это воспринимается, ну, как он может подать какой-то пример другой молодежи? Мне кажется, как раз дочь он нормально воспитал. Да, в этом отношении, безусловно, да, я имею в виду с точки зрения российской пропаганды, она теперь враг, по сути, а вот Машков вроде как должен, наоборот, там, взращивать вот таких вот, как он. А это как раз не работает, понимаете? Когда вы во что-то искренне верите, да, в какое-то добро, справедливость, вы это можете передать. А когда вы куплены преступным режимом и просто отрабатываете деньги, то все эти выступления, все эти встречи не будут иметь никакого эффекта, а может быть даже эффект с точностью, да наоборот. Поэтому, наверное, дочь он свое нормально воспитывал, вот, а молодежь, ну, как правило, слушает, в одно ухо влетает, в другое вылетает, и они вот эти пропагандистские вещи не запоминают, потому что за ними нет искренности, да, за ними нет правды, за ними нет ровным счетом ничего, кроме государственной пропаганды во имени какого-то уже спятившего деда, который должен давно кануть в историю, вот, и оказаться на исторической свалке, а он, этот политический динозавр, продолжает еще жить в 21 веке. Поэтому я думаю, что это просто отработка денег, которая не даст никаких результатов, потому что молодым людям абсолютно все эти пропагандистские религи, речи по барабану. И, на самом деле, ну, я же помню, там, 80-е, когда меня в пионеры принимали, ну, да, мы там учили все эти, там, заклинания торжественно, клянусь и обещаю, но за этим ничего не было, да. Это был просто ритуал, в ходе которого тебе надевали этот красный галстук, и ты чувствовал себя немного взрослее. Вот, я даже это очень хорошо помню, поскольку я переехал из подмосковного города Коломны в Москву, в Москве в пионеры принимали на год раньше. И я помню, когда я вот с этим пионерским галстуком приехал в свою родную Коломну, да, я красовался, но не потому, что я верил в какие-то идеалы, там, да, коммунизма, а просто потому, что, ну, вот, я был в галстуке, а не без, значит, я старше и взрослее, вот и все. Поэтому это то же самое будет и с выступлением Машкова, это никак не работает. Абсолютно. Ну, знаете, вот, вообще засилие на этом форуме пропагандистов удивляет, и вот даже в сессиях о партнерстве бизнеса и государства, на примере одной, это доверие между бизнесом и государством, дискуссия называется, из десяти участников восемь – это пропагандисты. Вы уже сказали о том, что это ритуал, да, его нужно исполнить, очевидно, но не слишком ли он дорого обходится? Это же колоссальные деньги. Ну, я не думаю, что это колоссальные деньги, да, с его доходами от продажи углеводородов. Здесь нужно понимать, почему много пропагандистов, мало предпринимателей, потому что настоящие предприниматели, ну, серьезные бизнесмены – это люди, которые Путина ненавидят, это государство, потому что именно государство все время рушило бизнесы, создавало проблемы предпринимателям, а с этой войной вообще разрушило будущее для очень многих крупных, серьезных, хороших компаний, бизнесменов, которые что-то создавали и созидали. Вот, и сегодня, на самом деле, бизнес возможен, либо какой-то там мелкий бизнес, который тоже государство будет потихонечку поджирать, либо это даже не предприниматели, а это такие, знаете, грантопоедатели, то есть это люди, которым просто что-то из бюджета будет перепадать по дружбе и знакомству, но которые вряд ли что-то созидают. Поэтому бизнес старается держаться подальше от этой преступной власти, бизнес старается выводить капиталы, бизнес старается потихонечку переезжать в другие юрисдикции из России. Остаются те, кто, как правило, либо не может что-то продать и уехать, либо это какие-то люди из ближайшего окружения провластного, которые получают какие-то подачки из бюджета, и пользуются моментом, когда нет никакой конкуренции, потому что очень многие игроки просто уехали. Поэтому бизнес не торопится светиться вместе с этими преступниками, чтобы не попасть, не дай бог, под санк. Вот что происходит. Поэтому там в основном пропагандисты. Среди гостей нынешнего форума, в частности делегации из Алжира, Монголии, Аргентины, есть там даже целой страной гостем объявлены Объединенные Арабские Эмираты, но, с другой стороны, мы не видим представителей вот этих вот так называемых дружеских стран. Даже в прошлом году были представители Талибана, хотя эта организация считается террористической в России, тем не менее. Но где же вот эти вот прославленные экономисты из Эритреи или демократы из КНДР? Почему их там не замечено? Я думаю, что просто никто серьезно не относится к этому форуму. Да, вот эти представители стран глобального юга, ну, я думаю, они приехали посмотреть, а можно ли где-нибудь рубить бабла, да, без какого-то там особого напряга. В условиях, когда кремлевский режим готов ради просто присутствия на таком форуме отдать какие-нибудь жирные куски на рынке. Вот и все. Предыдущие, видимо, ничего не получили. А если мы говорим про... Грубо говоря, так меня видно, да? Да, да. А если мы говорим про там какие-нибудь даже компании из таких серьезных стран, ну, они тоже понимают, что идет 11 пакет санкций, да, который будет наказывать всех, кто помогает обходить санкции, введенные против России, против Беларуси. Ну, на всякий случай тоже лучше не светиться, потому что проще сделать компании-однодневки, на них все оформлять и без опасений того, что эти однодневки попадут под санкции. Ну, лучше, грубо говоря, не попадать в поле зрения тех, кто сейчас настроен на борьбу со странами и организациями, помогающими обходить санкции. Вот и все. Ну, знаете, просто из каждого вот этого Питерского экономического форума делается множество репортажей пропагандистскими кремлевскими каналами, блогерами прокремлевскими в том числе. Но мне представляется, что даже ядерный электорат, который смотрит эти материалы, ну, у него могут возникнуть вопросы, что там представлены, ну, страны настолько специфические, что, ну, это как уполномоченный чрезвычайный посол из Умрудного города или там, я не знаю, официальный представитель Нарнии. Ну, этот же список гостей, он смехотворен. Ну, в данном случае, в данном случае, там, Арабские Эмираты, да, ну, это весомый, весомый из вот этих всех перечисленных. Но, ну, Монголия. Ну, это для нас с вами, да. А для простого обывателя, который верит еще в эти заклинания пропагандистов, для них важно просто, что там перечисляют большое количество стран, да, и скажут, ну, в общем-то, кто сказал, что страна в изоляции, вот к нам все приезжают. Я не думаю, что так за этим все внимательно следят, просто, понимаете, когда у Путина нет особых инструментов для того, чтобы что-то демонстрировать, какие-то успехи, ну, значит, они будут притягивать за уши то, что есть. Ну, вот есть Монголия, да, есть Арабские Эмираты, ну, вот мы будем рассказывать про Монголию и Арабские Эмираты. Если бы был бы Китай, Казахстан, там, и еще кто-то, Бразилия с Аргентины, ну, про них бы рассказывали. То есть пропаганда вытягивает, так сказать, с этих событий все, что можно, да. Вот насколько это эффективно сказать сложно. Для людей, которые над этим смеются, ну, в общем-то, все эти формы, они нафиг не нужны, и в основном все эти люди, которые понимают, и так настроены против режима, против войны. Вот, это в основном направлено на убеждение, вот, как вы сказали, ядерного электората, который тоже, видно, уже раскалывается и потихонечку тоже начинает сомневаться. Вообще, зачем это все нужно было, для чего? Нет больше других никаких возможностей у Путина убеждать граждан. Вот, продолжая тему гостей нынешнего форума, на ваш взгляд, почему, ну, хорошо, мы там Талибан вспомнили, допустим, там, что-то в этот раз не сложилось, ну, почему нету того же Такаева, президента Казахстана, почему нет президента Сербии, вроде бы, там, ну, отношения между этими странами, я имею в виду, Россия с Сербией, Россия с Казахстаном, за этот год сильно не изменились, ну, так, поверхностно, если смотреть. Почему они решили на этот раз не приезжать на форум? Потому что впервые западные страны рассматривают 11-й пакет санкций, где предусмотрено наказание для тех, не только для компаний, для стран. Да, для стран, помогающие обходить санкции. Нафига светиться? То есть, если мы говорим про президента Сербии, ну, здесь очевидно, если ты выбираешь между Россией и Европейским Союзом, то тебе выгодно быть с Европейским Союзом. Зачем лишний раз наживать себе каких-то недоброжелателей? Лучше это все проигнорировать. То же самое с Такаевым. И Казахстан, и Китай все равно в большей степени ориентированы на европейский, американский рынок. Ну, я имею в виду Китай в большей степени, а, в общем-то, Казахстан ориентирован на Китай, и все равно Казахстан не хочет оказаться в такой же изоляции, как Россия. Поэтому, с учетом того, что сейчас весь цивилизованный мир начинает борьбу с обходом санкций, то светиться в такой компании просто невыгодно. Ну, слушайте, Такаев-то может и не светиться, но все равно же понятно, что происходит на казахско-российской границе. Я имею в виду тем, кому это нужно понимать. Да, вы знаете, как в детстве говорили, а вы попробуете доказать. Поэтому там же тоже хитрые схемы выстраиваются. То есть создается компания, да, рога и копыт. Эта компания, например, закупает дополнительные какие-то продукты, товары в западных странах. Потом часть этих товаров продается в России. Дальше эта компания попадает под санкции. Рога и копыта закрываются. Открывается рога и копыта 2, рога и копыта 3. А еще можно создать прослойку в офшоре и так далее. Но здесь всегда президент может сделать глупое выражение лица и сказать, а я тут ни при чем, но мы разберемся. Это видно, там наши некоторые жулики обходят эти санкции. Вот и все. До свидания. И знаете, мне кажется, что мир меняется и уже рассчитывать на собственное простодушие не стоит. Спасибо вам большое. С оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым говорили о Питерском экономическом форуме, который и так давным-давно был питерским пропагандистским форумом, а сейчас так и подавно. Питерском экономическом форуме